друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семья колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать некоторые интересные моменты напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях ну что ребят у меня остался один ролик который я не посмотрела и на него я обзор не делала это позавчерашний ролик вчерашний сделала сразу по горячим следам позавчерашний даже объясню по какой причине не делала и впредь так делать не буду да потому что во первых лёшка его выложил крайне поздно это было почти в 11 вечера по москве то есть если бы я посмотрела этот получасовой ролик да пока бы пошла бы его записала пока бы его выкладывала оформляла делала превью все на свете у меня бы был бы уже не то что 12 ночи а уже бы был бы первый час ночи и я прекрасно понимаю что это ни о чем это значит самые минимальные просмотры потому что моя целевая аудитория мои зрители в это время наименее активны а какой смысл выкладывать и чтобы у него были минимальные просмотры и так сейчас на колесах маленькие просмотры потому что у колес очень очень стал вообще неинтересный контент то есть если раньше мои обзоры набирали по 10 по 12 тысяч просмотров то сейчас они набирают ровно половину а то и меньше да потому что ну что смотреть ребят ну что там можно смотреть вот даже вот делаешь обзор да вот опять же вот обзор который вернее ролик который мы сейчас с вами будем обсуждать там есть моменты интересные спасибо моей зрительнице ирине которая обратила на это внимание и сказала галь посмотри обязательно этот ролик ролик 30 минутный ролик начинается опять с того что все скрипит все шумит все жужжит но вот друзья мои да никакого уважения к зрителю вообще никакого то есть он что-то там пытается колесников говорить при всем при этом он продолжает делать свои ремонтные работы колесников вот я к тебе обращаюсь ты знаешь есть такие каналы которые демонстрируют там ремонт и стройку и так далее они просто убирают звук дабы это не раздражало зрителя они просто убирают звук и потом уже накладывают какие-то слова там или может быть музыку какую-то или еще что-то да ну вот это вот слушать шорканье жужжание скрипы визги это какой-то кошмар честно это ужасно ребят но я думаю все прекрасно понимают о чем идет речь в общем лёшка говорит возвращаемся к вопросу почему нам в церкви не хотят помогать а нам говорит помогают в церкви вот всем чем могут нам в церкви помогают лёш а я нисколько не сомневаюсь что вам в церкви помогают иначе вы бы в эту церковь даже близко на пушечный выстрел не подошли ты продолжаешь утверждать и уверять всех что ты верующий человек и ваше семейство верующие люди а я продолжаю говорить о том что ваше семейство к вере не имеет абсолютно никакого отношения вы просто самые настоящие халявщики которые удачно ну или неудачно пытаетесь пытаетесь вот показать да показать что вот смотрите мы такие все хорошие мы верующие люди ты знаешь верующий человек это не тот опять же кто бьет себя кулаком в рассказывая о том как он верует да а это человек который делает поистине нормальные человеческие поступки кто ведет себя по-человечески да как можно бросать домашних животных кошек собак и говорить о том что вы верующие люди как можно в настолько по-скотски относиться к собственным детям ничего не делая для них и говорить о том что мы верующие люди мы веруем так в кого вы там веруете непонятно понятное дело что вы ряженные никакие неверующие и понятное дело что если бы не было у вас халявы да от ваших вот этих вот как говорится куда вы там бегаете постоянно да по каким-то там домам и так далее не было бы халявы оттуда вы бы туда на собрание ни в коем случае бы даже близко не ходили мы все это прекрасно понимаем далее ребят начал опять вспоминать про собаку которую у него украли говорит вот нам никто не верит и говорят да что мы там украли да что разве мы собаку украли да говорит что и не верят в то что за нами следят а мы говорит знаем кто это сделал но говорит доказать пока ничего не можем мы говорит знаем что это взрослый многодетный мужик отец многодетный да у него говорит трое детей тот самый человек который украл у нас собаку и если говорит будут по вот эти вот продолжаться всевозможные вот эти вот значит преследования а то говорит мы теперь в курсе что это за человек что он из себя представляет где он живет как он живет на какой машине он ездит и так далее но говорит если вы говорит мы говорит на вас зла не держим говорит лёшка ну видимо обращаясь к этому человеку если говорит хотите можете говорит вернуть нам собаку наши дети скучают по собаке и мы говорит собаку примем обратно ребят я вот это все слушаю вы знаете это мне напоминает бред какой-то сивой кобылы бред какого-то воспаленного воображения но во первых вот просто представьте себя на месте колеса да но я так образно говорю да вот у вас украли собаку какая у вас будет реакция если вы действительно любили эту собаку вы будете говорить о том что да я на вас зла не держу да я бы порвала этого человека который бы у меня попытался украсть собаку или украсть кошку да но я так образно говорю потому что это ненормальная ситуация а сам колесников пытается показать да я говорит на вас зла не держу мол так и так если хотите вы можете ее вернуть детки скучают по собаке колесников твои детки так же как и ты вообще ни по кому не скучают вы не знаете что такое любить сострадать да заботиться и так далее как они могут скучать по собаке когда им вообще все равно собака там да кошка там кошку оставляем оставляем кто-нибудь переживает да нет никто особо не переживает про эту кошку она никому сто лет была не нужна точно так же как и собака и потом почему такие истинания относительно второй собаки а куда пропала собака лада почему так и не поставили в известность почему так и не озвучили что ее сбила машина да пока она бегала у них гуляла самостоятельно по деревне у ее сбила машина но об этом же колесников не сказал нет он нашел похожую собаку на ладу но все равно там было видно что собаки абсолютно разные да если приглядеться окрас у собаки другой то есть он нам пытается показать что он ни на кого зла не держит он прям знаете такой святоша и детки наши скучают по собаке по какой собаке скучают ваши детки у вас за последний год было уже три собаки начиная с графа и вашим деткам сто лет никто не нужен ваши детки между собой грызутся как собаки колесников хватит нам рассказывать какие-то сказки если эта собака попала в другие руки то я уверена что эти руки намного лучше ваших ей там действительно повезет они так как у вас да берете захотели взяли захотели выбросили захотели выкинули окошка нам не нужна а пусть кошка там в том доме с другими хозяевами остается а вы уверены что они ее оставят я нет кто может дать гарантию что кошку там кто-то оставит никто не может дать гарантию лёшкины слова лёшкины слова но лично для меня веры нет никакой его слова кто может поверить в его слова и потом ребят как можно оставлять там кошку а потом говорить о том что мы все равно сюда в квартиру возьмем себе собаку зачем опять же зачем объясните мне пожалуйста если вам те собаки были не нужны но понятное дело для того чтобы опять раздражать хейтеров но придурок одним словом придурок вот честно у меня больше нет слов на этого идиота самый настоящий идиот вот я бы сказала моральный урод потому что люди которые не понимают что такое да ответственность никогда ничегошеньки не поймут дети его переживают да детям вообще ехала болела далее говорит мы если что примем собаку обратно если по на тебе была нужна эта собака ты бы уже эту собаку бы забрал опять же если бы она была тебе нужна но видимо настолько сильно нужна точно так же как и кошка которую тоже в свое время притащили далее лёшка говорит такие слова друзья мои бог им судья мы люди верующие колесо лучше не произносите слова потому что опять же вы бог и верующие люди это вообще абсолютно разные вещи далее далее опять рассказывает как по его бедную душу ездят здесь их все преследуют и так далее вот мы бедные несчастные вот все не даем кому-то покоя лёш действительно самый настоящий детектив бедный лёха скрывается я типа уехал оттуда из деревни чтобы жить здесь в городе чтобы нас никто не трогал а нас типа и здесь нашли но теперь у нас здесь все в камерах помните как лёшка запугивал да в случае чего значит мы будем пилить на вас контент на тех кто нас не оставляет в покое и нас преследует короче лёшка заделался друзья мои пинкертоном самым настоящим обложился камерами со всех сторон и значит теперь вычисляет тех кто по его мнению как раз таки значит его везде везде там значит разыскивает лёха ты знаешь был бы ты обычным нормальным человеком ты бы сто лет был бы никому не нужен да но вот видимо все таки все таки какая-то червоточинка в тебе есть мы понимаем какая но ты сам считаешь себя конечно исключительно кристально чистым человеком честным да далее друзья мои уже на кухне конец ролика сидят все чавкают ложки облизывают начиная от мала до велика анжелка сварила супец но это лёшка озвучила что анжелка сварила суп да и он и вчера тоже говорил что анжелка сварила суп и вот этот предыдущий ролик тоже сказал что анжелка сварила суп я не знаю кто там варил суп анжелка или это была может быть настя потому что настя тоже сидела с никитой за столом они видимо после этого потом уехали да но дело не в этом анжелка как-то очень странно выглядела очень сонной да вот такое впечатление было что она только-только проснулась и пошла как раз таки пришла на кухню поэтому я не знаю может быть она конечно суп сварила и спад легла но я вот что-то с трудом верю в то что настя была дома и настя ничего не делала а анжелка прям одна самостоятельно варила суп вот в это я вообще не поверю и мы с вами не раз были свидетелями тех самых моментов когда настя чистила все да выполняла всю грязную работу всю самую сложную работу чистила резала анжелка потом стояла что-то там помешивала где-нибудь в кастрюле или в сковородке говорили ой анжела приготовила да то есть про настю даже никто не вспоминал что вообще-то настя сделала работы значительно больше и намного сложнее не зачем анжелка сделала поэтому я не удивлюсь что варила суп настя но анжелка там постояла знаете для вида да возле кастрюли что-то там помешала поразмешивала пару минут ну и лавры конечно же все причислили ей да лёшка может быть тем самым действительно пытается свою морфушеньку душеньку таки выдать замуж как знать друзья мои и кстати что хочу отметить вот вчера тоже мы со зрителями переписывались да в комментариях обсуждали этот момент вот ребят насколько стала виталина говорить ужасно плохо это какой-то кошмар я уже об этом говорила она прям стала картавить еще больше нежели дарина у виталинки и так несколько лет да как говорится уже был вот такой вот прям сильный момент того что она прям ужасно говорила сейчас она стала говорить еще хуже и и вообще разобрать очень сложно но ребят это кошмар и колеса самое интересное что вообще не прикладывают абсолютно никаких усилий для того чтобы как-то помочь своим детям вообще ничего не делают только смеются над своими детьми и больше ничего друзья мои вот так у меня получился небольшой обзор короче лёшку все преследуют он бедный несчастный все кругом плохие все злые все все просто ужасные люди и один колесо у нас кристальный кристально чистый человек кристально честный человек друзья мои и все семейство их оказывается верующие а мы верующие ребят вот такой мне получился обзор пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч